Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре фидерная серия от компании Волжанка ProSport Elite. Серия продается достаточно давно на рынке России, но люди все равно спрашивают какие-то такие не самые популярные, не самые востребованные, скажем так, технические характеристики, как вес, транспортная длина, ну, например, диаметр комля, диаметр колечка нижнего и тому подобное. Ну, плюс еще хотят посмотреть фидера эти под нагрузкой, действительно ли они хорошо вяжут, бросают и так далее. Значит, особенность всей серии в том, что рукоять вот в таком виде отдельно сделана, в которую вставляется колено. Это сделано абсолютно у всех фидеров. Цель сделать меньше транспортную длину и при этом сохранить максимально какие-то хорошие характеристики бланка, вяжущие способности и так далее, бросковую. Почему? Потому что сделать фидера с таким строем достаточно непросто. И чем больше мы режем фидер на куски, да, уменьшая транспортную длину, тем тяжелее нам, скажем так, попасть в тот строй, в тот баланс, который нужен. Вот здесь Волжанка сделали, приняли такое решение, сделали рукоять отдельно абсолютно, да, в которой, соответственно, дальше вставляется уже колено. Значит, по углю вам сказал, по дизайну достаточно красивая такая вот обмоточка здесь по бланку, по всему. Что еще нужно сказать? Я вот в своих видео о том, как выбирать фидер при покупке, чтобы случайно не попасть на брак, что проверить, на что обратить внимание и так далее. И часто затрагиваю тему, что нужно здесь снимать фасочку, где лак. Да, вот здесь вот торец закрыт лаком, и острые кромки этого лака часто режут изнутри, соответственно, когда вставляется изнутри маму. В плане кромок здесь, можно сказать, не смотреть. Здесь все в порядке. Сколько этих фидеров через мои руки не прошло, ни у кого никаких таких вот косяков, можно сказать, не было. Далее, катушка-держатель Fuji, 16 номер стоит на всех фидерах, кроме самого старшего. На старшем стоит 18 номер, для того, чтобы вы могли туда фактически такие мясорубки мощные вставлять, там шеститысячники и больше. Значит, пробка, высококачественные пробки делятся на несколько категорий. Здесь стоит 3А. Эта пробка считается высокого качества. Она хорошо обработана. Здесь такая вот у нас юбочка. И нижняя часть рукояти, она ребристая. Ну, видимо, это такой дизайн для того, чтобы рука не слетала, как-то цеплялась здесь. Ну, в общем, это Эва с небольшой ребристостью такой. Да, еще момент. Вот тот фидерочек, который у меня в руках, это 300-330, либо 10-11 футов, 25+. Это пикирочек, самая младшая моделька в линейке. Вот в таком виде мы ее можем вставить. И она же комплектуется вставкой, пролонгой, да, на которой вы, соответственно, можете удлинить, либо укоротив, снять. Крайне важный момент, что в этой пролонге нет кольца. То есть, если вы, допустим, хотите перейти на другую дистанцию, вам не нужно разбирать, снимать оснастку, вытаскивать, пропускать назад леску через кольца. Да, вы просто снимаете эту вставку, либо одеваете эту вставку и ловите уже на более длинный, либо более короткий пикирочек. Это крайне важный момент. По кольцам. Кольца здесь стоят, сигает. Качественные проверенные кольца, о чем, в общем-то, свидетельствуют такие вот лейблы. Значит, по внутреннему диаметру, обратите внимание, я замеряю внутренний диаметр кольца, который, в общем-то, интересует всех. Имейте в виду, что часто производители, ну, практически все, пишут кольцо по внешнему диаметру, потому что так принято на заводах. И, в общем-то, это правильно, никакого лукастывания здесь нет. Но рыболов иногда, когда получает, он думает, что это внутренний диаметр. Поэтому я вот здесь вам померяю внутренний диаметр. Ну, так как это пикер, больших колец здесь нам совершенно не нужно. И вот это расстояние до кольца, оно более чем позволяет сюда установить катушку 4000 даже размера, которую, в общем-то, ну, она нужна, конечно. Ну, 5000 на пикер кто ставит, ну, нет смысла никакого. Ну, даже и 5000 сюда и залезет, и будет все слетать, и не будет цепляться за, соответственно, нижнее кольцо. Значит, по диаметру 8 миллиметров. Далее расстояние, ну, конкретно вот в этом варианте, в таком, да, у нас без пролонги. Вот нижней части 75, это вот я измеряю вот до этой части, до фора гриппа. Я повторюсь, обзор долгий для тех, кто очень дотошный и хочет все знать. Значит, измеряем длину рукояти. От центра катушка держать. Давайте от низа, измеряю от низа, нижняя часть катушки, рукояти, 40 сантиметров. По вершинкам здесь идет 0,75, 0,5 единичка вершинки. У нас одна вершинка стекло, это 0,5, она максимально мягкая для ловли на стоячей воде. Дальше идет карбоновая вершинка, которая тоже подходит для стоячей воды, ну, допустим, когда у вас там ветровое течение, еще что-то, когда нужно ловить. Пропускные кольца, достаточные более чем для ловли даже с узлом шок-лидера, когда вы навязываете шок-лидер. То есть узелочек можете посмотреть на сайте Multifish, как правильно его вязать, чтобы был очень аккуратненький узел, он не бил по кольцам и так далее. Но даже, в принципе, ну, такой, скажем так, не до конца правильный связанный узел шок-лидера у вас совершенно спокойно здесь пролетит и ничего не зацепит. То есть диаметр колец тюльпана и всех остальных колец на вершинке более чем позволяет ловить с шок-лидером и вязать, соответственно, узлы. Значит, длина вершинки, вершинок у нас 60 сантиметров, посадочный диаметр 2 и 3. Убираем. Так, что еще не сказал по нему? Вроде бы все сказал. Ну, диаметр бланка, наверное, да? Давайте диаметр бланка. В нижней части им измеряю 11. Следующая модель. 360-60+. Здесь у нас сразу приступаем. Длина рукояти 42. Расстояние. Вот с расстоянием здесь тяжелее. Ну, вот будем так измерять. Расстояние до кольца от центра, меряю центра катушкодержателя, 56. Диаметр бланка 12,5. Колечко. Здесь колечко уже покрупнее у нас стоит. Обратите внимание, вначале не сказал, что на остальных фидерах, кроме пикера 25+, у нас идут противозахлестные кольца. Нижние три штуки, трехлапые кольца, которые, в общем, и по своей форме, и по направленности практически минимизируют вероятность захлестов. Но вот сколько я ловил и сколько мы их продавали, этих фидеров, ну, я ни разу, ни один человек не сказал, что у кого-то была петля, и человек оторвал оснастку. То есть в плане противозахлеста эти кольца, это модельки колец Сигая, держат просто шикарно. Значит, колечко 15 внутренний. Да, еще раз перемерю. Да, 15 внутренний диаметр. Комель сказал, по вершинкам. Значит, у нас вершинки уже здесь подлиннее. И посадочный диаметр на всех остальных фидерах вершинок 3,5. Если там было 2,3, дальше 3,5. 63 сантиметра. Здесь у нас две стекло, это двушка, полторашка, и два с половиной, это карбон. По кольцам, диаметрам колец на вершинках, ну, в общем-то, как вы видите, все то же самое. Окраска стандартная, красная. Так, следующая моделька у нас 1360+. Рукоять 43. Также противозахлёстные кольца, повторюсь, на всех моделях абсолютно дальше идут одинаковые. И 3,5, посадочный диаметр вершинок тоже одинаковые. Расстояние от центра держателя до кольца у этой модели 55 сантиметров. Диаметр бланка 13. Ну, колечко, по-моему, полторашка, да, полторашка, точно такой же. Так, и у нас здесь лежит самая мощная модель, мы дальше вернемся к остальным. 13100+. Здесь самые крупные кольца. Нижнее колечко у нас внутренний диаметр. Двушка 20 миллиметров. Диаметр бланка. 13 с копеечками. Зрение уже плохое, там, ну, 13 совсем чуть-чуть, там, ну, я думаю, это не имеет значения никакого. Значит, 63 длина вершинок, 3,5 посадка. Как сказал, здесь у нас все карбон, ну, потому что на течении карбоновые вершинки, они более жесткие. Поэтому на течении они лучше держат течение. Значит, 3, 3,5 и 2,5 колечки на вершинках точности такие же. Так, теперь расстояние до кольца 68. И я забыл, мерил ли я рукоять. По-моему, нет. Сейчас. Длину рукояти, она у нас больше, 49. Так, омель измерил. Друзья, следующая моделька 390-80+. Длина рукояти 43. Вершинки 63. Посадка 3,5. Вершинки 1 стекло. Это у нас получается 2 унции. 3,5 и 2,5 карбон. Так, расстояние до колечка от центра катушка-держателя 55. И диаметр внутренней кольца у нас здесь полторашка. Так. Следующая моделька 360-80+. Рукоять. Точность такая же 43. Вершинки, точность такие же, 63. По, значит, точность также стекло у нас 2 унции. И 3 унции и 2,5 у нас карбон. Колечко, точность такой же, полторашка. Ну и чтобы, потому что люди просят именно измерять, хоть я и говорю, до центра держателя 57. Ну, рукоять, соответственно, сказал. А диаметр бланк, кстати говоря, подзабыл, по-моему, я не померил. На этом у нас 13. И на предыдущей модельке тоже. Так. Да, тоже 13. Они одинаковые. Так. Основные технические характеристики. Вес, транспортная длина. Смотрите, пожалуйста, на сайте Multifish. Там всё указано. По весу важный момент. Имейте в виду, что вес у одних и тех же фидеров, махов, баллонок, неважно, могут отличаться. Даже в одной коробке. И тем более в разных партиях. То есть, конечно, это не 30 грамм. Но, скажем так, тот, кто принципиально грамм в грамм, конечно, такого быть не может. То есть, если мы возьмём 10 одинаковых фидеров, они всё равно будут играть по граммам. Ну, и сами понимаете, да, там, ну, в разумных пределах каких-то там 10 плюс-минус грамм, грубо говоря, это норма абсолютная у любых удилищ, у любых производителей. Далее, по поводу запасных частей. Мы предоставляем бесплатно нашим покупателям до двух штук в год любых колен на удилище, купленные в магазине Multifish. Нужно быть подписанным на три социальные сети. Телеграм, ВКонтакте и Ютьюб. Тогда вы сможете в период проведения такой акции бесплатно получить эти запчасти. Фидера выпускаются конкретно про спорт элит. Запчасти на них возятся. Никаких проблем с этим нет. Более того, мы предоставляем бессрочную гарантию на заводской брак, на все удилища, купленные у нас. Все вышесказано, не является публичной оферкой. Мы можем отменить такие акции, конечно, в любой момент. Но, тем не менее, там, три года практически мы их проводим. Ну, надеемся, что форс-мажоров не будет. Будем проводить и дальше. Поэтому, я думаю, что сейчас надо их собирать, идти трясти. Вы посмотрите строй. Итак, друзья, значит, пикирочек у нас 25+, 300-330. Очень нежно, очень легко лежит в руках. Просто пушинка. И вяжущее свойство у него просто шикарно. Давайте нагружаем. Смотрите, ну, просто шикарный. Шикарный пикирочек. Ну, или лайтфидер. Как кому нравится. Отрабатывать просто будет там хоть 0,05 ставьте поводочек. Значит, следующий у нас 1260+. Стараюсь показать вам в камеру. Ну, уже по собране. Но все равно палка очень посылистая. Очень комфортно в плане баланса лежит в руках. Изумительно. То есть, мне очень нравится. Просто в плане вот бросковых и вяжущих характеристик просто шикарно. Кто переживает насчет размера колец, не переживайте, все там тоже отлично. Можно 5000 ставить катушку, все улетает. Сам пробовал. 1280. Это одна из тех палок, которая стала моей для реки. Когда только-только вышла эта серия, я ее ловил чаще всего. То есть, знаю ее прекрасно и отрабатывала она у меня просто великолепно. Значит, следующее. 1360+. Это для среднего течения, грубо говоря. Для дальних забросов. Посмотрите, как она работает. Какой бланк посылистый. То есть, отличная палочка. Нагружаем. То же самое, видите? Прогрессивный строй. Прекрасный. Забыл сказать, мы поставили сюда средние вершинки из комплекта. Промежуточные. Ну, не промежуточные, можно сказать, средние. 390-80+. Это уже под такое течение среднее. Чуть выше среднего. Тоже палка отличная. С карбоновой вершинкой просто шикарно держит течение. Нагружаем. Огромный плюс всей этой серии в том, что она работает прекрасно с низов, даже если палка 80+, грубо говоря. Ну и последний 390-100+. Посмотрите, какие здесь кольца. Просто шикарно. И в руках этот хэвик, тире экстра хэвик, лежит у меня очень легко. То есть, мне очень, очень он нравится. Это уже такие серьезные реки. Дальние дистанции. Смотрите. Ну, отлично. Друзья, посмотрели. Ну, мое мнение, мне эти фидера нравятся. Я могу сказать, что раньше меня смущало, ну, когда только-только они вышли и мне дали их на тесты, там, несколько лет назад, грубо говоря. Меня смущало, будет ли надежно, надежен вот этот узел в рукояти, да, куда вставляется комель. Потому что там как раз будет самая основная нагрузка. И когда это идет монолитом, да, вот ручка, да, и плюс кусок комля, кусок колена, это как-то не так страшно, да. Когда вот это, я боялся, что будет разбалтываться это соединение. Но прошло время, люди ловят, и жалоб таких мы не принимаем. Поэтому, скажем так, я сам отловил, конечно, не там 150 рыбалок, да, но, скажем так, рыбалок 20, по-моему, у меня было, 30 точно с этими удилищами. Поэтому мне не нравится, узел достаточно надежен, то есть прошли годы, уже проверка временем по качеству, поэтому мне часто пишут именно этот вопрос тоже. Поэтому не сомневайтесь, все в порядке, все, узел выдерживает такой вставки, и не беспокойтесь, в общем, насчет этого. А если вдруг что-то произойдет, ну, по каким-то там наступите, или там действительно сами там где-то что-то у вас обломится, вы, соответственно, обращайтесь к нам, и мы вам предоставляем бесплатную запасную часть в период такой акции. Ну, дальше я вам сказал уже по поводу таких вот акций, смотрите, в программе лояльности более точные условия. Значит, каждый фидер поставляется вот в таком бархатном чехле. Здесь три отделения для колен, плюс отделение для вершинок, вот здесь вот у нас вершинки находятся. Здесь у нас отделение для рукояти, точность также, на клапане на липучке, соответственно, весь чехольчик на липучке, плюс он убирается вот в такой достаточно классического цвета чехол. Прочный, жесткий, качественно сшитый, и мне лично он очень нравится. На этом все, до новых встреч, пожалуйста, под видео. Поставьте пальчик вверх, я для вас старался, вы меня отблагодарите, если не сложно этим, и нажмите кнопочку подписаться. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok